Ребята, привет! Я наконец-таки здесь, на YouTube. И давно просто не доходили руки, чтобы записать это видео. Прошло уже полтора месяца с тех пор, как я сделала вакцину. И очень много разных, так сказать, изменений произошли на моем эмоциональном уровне, с которым я сейчас стараюсь делаться, в общем. В общем, я начну по порядку, расскажу историю о том, что произошло со мной. И, возможно, кто-то из вас сталкивался с этим же симптомами. И, возможно, кто-то будет увидеть себя в этом. И давайте помогать друг другу всё-таки. Расскажите, что было с вами, и расскажите, как вы прошли этот период. На сегодняшний день я уже разговаривала с семью психотерапевтами. И все эти люди прекрасно пытаются также выяснить, что конкретно со мной произошло. А так как всё-таки это догадки, нет ещё явных таких исследований по поводу, что могла ли повлиять на моё состояние вакцина или нет. Ну, в общем, я сделала вакцину Модерна здесь, в Америке, в Лос-Анджелесе, с моим бойфрендом. Я не сильно волновалась, но также я не была за. Я была нейтральна, хотя, возможно, если бы я сама принимала решение, возможно, я подождала бы немного, как и многие делали. Первая вакцина, первая доза была, в принципе, всё было окей. Я немножко волновалась, но всё прошло нормально. На следующий день мне стало плохо на ланче. Я не знаю почему, просто начала терять сознание, очень плохо себя чувствовать, очень странно себя чувствовать. Возможно, это связано с тем, что я употребила алкоголь, но, опять же, я заказала бокал Шардоне и буквально сделала один глоток. И после этого сидели, болтали, и тут мне начало становиться просто плохо. Это буквально мгновенно стало. И мы приехали в больницу, сказали нам, что, возможно, это связано, что я не допила водички, плюс моя вакцина, в общем, обезвоживание организма произошло. Окей, я как бы на тот момент в это действительно поверила. Прошло ещё три недели, мы пришли за второй вакциной, за второй дозой вакцины. И здесь вот что произошло? Я получила вторую дозу, и на следующий день у меня была температура. Температура меня совершенно не испугала, я даже ни талинола не пила, ничего жаропонижающее, дабы, ну, чтобы мой организм как-то сам с этим всем справлялся. Но вот на следующий день после температуры начались совершенно странные симптомы. То есть я теряла сознание просто всё время. То есть очень странное было состояние. Меня тошнило, и мне кружилось всё вверх дном комнаты, я не могла смотреть. Я не могла смотреть в одну точку. В общем, мне реально было очень плохо, я не могла даже на себя одежду надеть. То есть мне колбасило конкретно. Я доползала там только до ванны, включала холодную воду, чтобы прийти в себя. Ну, в общем, на такой нотке мы поехали снова в больницу, в emergency room, и мне было тоже там очень плохо. Они никак не могли мне помочь, то есть они ничего мне не предприняли. Они сказали, что, так как никто не знает, что это, они сказали, что это сайд-эффекты, да, то есть побочные эффекты после вакцины, и, возможно, как бы это нормально, да. Дело в том, что уже на тот момент мне очень было страшно, и я решила это всё погуглить. В общем, я нашла людей, которые также испытывали очень похожие симптомы на мои, которых было много, и о которых вообще нигде не говорилось. То есть вообще нигде не говорится об этих людях. Когда говорят о симптомах, они перечисляют там температуру, какие-то покалывания в течение дня или что. И это так и есть. Возможно, многие люди именно так, их тело, их иммунная система реагирует на вакцину. Но я не вошла вот в этих счастливчиков, в общем, в список этих людей. Поэтому продолжалось со мной вот это всё очень странное, очень ужасное состояние полторы недели. После этого оно стало более утихать, однако оно проявлялось постоянно. То есть с момента, когда я просыпалась, мне становилось плохо дышать, у меня была очень сильная дышка, у меня горели... Почему-то моя симптоматика была на уши, очень сильно горели уши, очень сильно было некомфортно, неудобно. Бывала иногда тахикардия. И, в общем, в один из моментов... То есть когда я ходила в магазин или что-то ещё такое, то есть я вообще не могла ничего делать, кроме того, что сидеть дома. И в какой-то момент мне друг сказал, что, возможно, у тебя панические атаки, потому что именно такие симптомы у него были при панических атаках. Я начала тоже смотреть на эту тему, и выяснилось, что, возможно, это так. Опять же, всё как бы не поставлен диагноз конкретный. И там я начала уже после этого со многими врачами разговаривать. Но перед тем, как я говорила с врачом первым моим, когда... Вернее, не первым, а вторым. Первым сказал просто подождать. У меня предстоял полёт в Нью-Йорк, мы прилетели в Нью-Йорк, я в самолёте, мне казалось, что я умру. Просто по-другому я не могу описать, что со мной происходило. Мне ничего не помогало. В конце буквально мне... Я не люблю таблетки вообще, но мой бойфренд, у него был Xanax, и он сказал, что я должна выпить. Как бы я что-то хоть что-то со мной произошло. Может быть, в лучшую сторону. Я выпила Xanax, мне стало чуточку лучше. Но всё равно я чувствовала, что мои симптомы пробиваются через такое какое-то странное состояние. Но я успокоилась. И вот следующие три дня в Нью-Йорке я вообще ничего не могла делать. Я даже не могла полчаса погулять. Меня просто колбасило с момента, когда я выходила, когда я слышала шумы. И, кстати, нельзя не заметить, что даже в самолёте я ехала с затычками. То есть в тот момент я уже начала затычки носить, чтобы мне вообще ничего не раздражало. То есть чтобы я как-то более-менее чувствовала себя адекватно. Но так не нужно делать, потому что вы только привыкаете как бы к таким вещам, и вам кажется, что вы какой-то больной человек, ненормальный. И на самом деле оно не помогает вам на уровне, на котором должно помочь. Кстати, я сделала очень вкусный тумерик латте. На русском это куркума с корицей. Я поделюсь с вами рецептом в конце. Класс просто. Так, в общем, продолжение следует. В общем, на третий день, где-то на четвёртый в Нью-Йорке у меня была консультация с врачом. Он сказал, что моя иммунная система, возможно, до сих пор проходит адаптирование к вакцине. И приписал мне, у вас называется на русском, это аторакс. И также этот компонент называется, это медицинский медицин, называется гидроксизин. Оно меня успокоило до такого состояния, что я могла выходить на улицу. И для меня это было очень важно, и прям победа была для меня. То есть просто выйти на улицу, погулять с собакой, потому что до этого я не могла этого делать. И у меня панические атаки происходили каждый день. И когда я начала принимать гидроксизин, я почувствовала улучшение, и до сих пор я чувствую улучшение. Однако вот уже спустя неделю, вот уже больше, наверное, 10 дней, с тех пор, как я пью этот гидроксизин, он уже как бы и не особо помогает. Я увеличила дозы, но я всё равно чувствую, что моё состояние странное пробивается. Я поговорила с многими врачами, вот как я говорю, 6 или 7 уже человек. Я психотерапевта здесь в Америке, с тремя в России и Украине. И все сказали, что меня вакцина триггернула. Однако триггернула, возможно, те состояния, которые я испытывала, может быть, ранее какой-то стресс. Чтобы сразу скажу, что последние несколько лет, два года, я в отношениях сейчас, и всё вообще очень классно. То есть мне карантин удался очень позитивно, очень в наслаждении, в любви, в гармонии. Поэтому, когда очередной психолог пытался выяснить, есть ли какие-то изъяны в моём дне, то этого не произошло вообще. То есть поэтому мы решили, что, скорее всего, что-то, возможно, даже в вакцине было, что активировало. Окей, сейчас, да, люди, которые будут смотреть, у вас своя будет история по поводу и вакцины, и панических атак. Потому что, как вы знаете, что только определённые люди могут испытывать панические атаки и нервозность, только если вы к этому предрасположены. Например, я артист, и я в музыке, и я очень такой человек, так сказать, креативный и эмоциональный. Однако я на позитивной всегда волне. То есть даже если со мной происходят какие-то негативные моменты, я, в принципе, не могу сказать, что я в депрессии. Я отпускаю легко, я забываю обиды постоянно. То есть я не держу в себе это. И поэтому я не совсем понимаю вообще, как это вообще могло со мной произойти. На данный момент три доктора мне порекомендовали принимать антидепрессанты. Для меня, как человека, который никогда не сталкивался ни с такими вообще, ну и даже не любит пить таблетки, это, конечно, слово звучит как что-то страшное. Я на данном моменте, сейчас читаю очень много литератур на эту тему, и, возможно, мне придется это делать. И я на данный момент просто хочу вылечить то, что во мне есть. Я хочу просто стать обычным человеком, который обычно занимает своими делами, которому не нужно пить таблетку, чтобы он успокоился. Потому что на данный момент я чувствую состояние странное. Вот опять же, сложность дыхания или там где-то иногда бывает ты как в полбреду, как бы можешь проснуться в посредине ночи, тебе страшно становится, что у тебя сейчас это начнется. Ну, какие-то такие симптомы. Ребят, да, хотел просто спросить, у вас было что-то похожее или нет? Возможно, вы сталкивались с паническими атаками или нервозностью, что вы писали вам или как вы с этим боролись. Я говорю не на таком уровне, обыденном, когда с нами что-то происходит, а вот когда это перерастало в симптоматику физическую, когда вы на физическом уровне. Уровне чувствуете себя ненормально, неадекватно, не так, как должно быть. Поэтому, пожалуйста, поделитесь своим опытом. И спасибо большое за то, что выслушали. Давайте помогать друг другу. Я очень надеюсь, что я справлюсь с этим. Ну, посмотрим, впереди лето, что-то будет, я надеюсь, это пройдет или что-то произойдет прекрасное. В общем, я не теряю надежды. Возможно, все-таки мне удастся это вылечить с антидепрессантами или без. К тому же посмотрим. Я обязательно расскажу об этом. Спасибо. Спасибо.